ее. Евреям 10.9. Потом прибавил. Вот иду исполнить волю твою Божию. Боже. Отменяет первое, чтобы поставить второе. Цитата. Указ. Архиерейского синода Русской Православной Церкви за границей от 7 по старому стилю 20 ноября 2001 года. Цитата. Митрополит Виталий, первоиерарх Русской Православной Церкви в изгнании. 23 октября, по новому стилю, 5 ноября 2001 года. Епископ Варнава, епископ Сергий Мансанвильский. Цитата. Заявление Архиерейского синода Русской Православной Церкви от 7 по новому стилю 20 ноября 2001 года. «Мы смиренно признаем, что была допущена опрометчивость в принятых нами решениях. Наша церковь именуется по-прежнему Русской Православной Церковью за границей». Виталий Варнава Сергий. Это не канон, но говорит о непродуманности решений. В церковных новостях указаны чуть ли не в каждом номере явные нарушения правил, допускаемые церковниками всех юрисдикций. Из 719 правил соборов 413 нарушаются. Пророками Россию обделили. Не знаю, Бог или иная сила, а может, их епископы убили и аллигаторы, приплывшие из Нила. Из тех монастырей, пустынных келий, где новый план спасения верстался, монашеству осамну неустанно пели, нас химичество не жалели краски. Язычество, шаманство процветало, перелицованное под христианский соус. Живую воду не источали скалы, с мощами и с иконами проделывали фокус. Не Слово Божие, Священное Писание, Святую Библию на русском языке. На островах, в пещерах спасения искали. Христа желал увидеть и не один Закхей. Не нужно быть пророком велегласным, чтоб предсказать, чем кончится блуждание. Клобук и куколь белый, кровавец страшно красный, к земному раю за красными вождями. Тысячелетия, и ни один пророк из чресол у церкви матери не вскрикнул. Богослужения ваши вам не впрок, вам не воскреснуть от чудес старинных. Без проповеди все вы перемрете в пустыне храмовой при литургиях пышных. Не лестницу вверх вам лестовки и четки. В день испытания окажется все лишним. Пророки, прореките до заката, в преддверии грядущих испытаний. Поля российские сектантами пожаты, лжетолкователем Священного Писания. Что пользы? Выродков духовных нарожали, канонизировали вовсе не пророков. Пусть новый Моисей опять ударит в скалы, напоит благовестием, не храмовым сиропом. 26 июня 2004 год. Игнатий Лапкин. Поля убежала, сейчас он объявит перерыв. Поэтом, пока неめ. Воспоминание. Воспоминание. Сейчас он объявит перерыв. Воспоминание. 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 Женщик. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь. Том 9. Вопрос 2268». «Те, которые отделились от митрополита Лавра, они как теперь живут? Знали ли вы, кого из них раньше? Какая основная черта ушедших и чего они добиваются?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Знал. И люди эти живы почти все. Ревностные и умные. Вот пишущий и издающий книги Алферов «Отец Тимофей с братом Дионисием», ставшим после этого и епископом у них. 107-207. Индекс. Москва. Улица Байкальская. Дом 30. Корпус 3. Квартира 34. Издает газету «Православное обозрение». Симаков Алексей Юрьевич. 190-143. Индекс. Санкт-Петербург. Почтовое отделение 121. Абонентский ящик 813. Или 190-143. Санкт-Петербург. Почтовое отделение 143. Абонентский ящик 11. До этого раздела переписывались с ними, вполне добрые отношения были. И как только раскол наметился, то они вдруг и совершенно отрезали, и мне ни одного письма больше не написали. Это общая поповская болезнь. Расставаться без выяснения причин, и кроме газет или книги, присланной, никогда ни строчки не припишут своей поповской рукой. Есть и настоящий писатель, почти мемуарист о вождях Белого движения и о писателе Шишкове, Черкасов-Георгиевский. Индекс. 105.005. Москва. Улица Бауманская. 38. Квартира 25. Характерная черта их – необоснованность своих действий на Слове Божьем. Да и слабое знание Библии почти у всех. Наклейка ярлыков и непримиримость между собой. Как пример сказанному, прочту вам одно из последних моих писем Черкасову. «Мир вам, Владимир Георгиевич! Судя по вашим письмам, вам катастрофически не хватает самого элементарного мира, так необходимого для правильного разумения вещей и для нормального пищеварения. Вы одиноки, ужасно и в жизни, и в рассуждениях. И это от лютой обозленности и желчности на всех и всяких. Перечитал несколько раз ваши письма, и так хочется обнять вас, приголубить неприкаянного и крикливого бестолку. Вам бы побольше работать на даче, на свежем воздухе, посидеть за Библией года три с половиной, и тогда туман ядовитости начал бы сползать с вас. Я ведь не отвечал подробно на ваши реплики только и единственно потому, что жалел вас. А вы возомнили, что вы стратег, великий стратег, и можете вешать эпитеты даже на высокопреосвященных, хотя многое от вас сокрыто. 1 Коринфянам 2.14-15 Писательский талант подтолкнул вас придумывать, по вашему мнению, весьма умные и оскорбительные, хлесткие для инакомыслящих слова. И, играя словообразованием, вы от лавра производите лавроиуда. Лавроид? Вопрос. Очевидно, сеноем гуманоид. То есть, кто не с вами, те уж братья чертям. Сказать «лавризм» не звучит. Дай-ка я еще круче подъетожу. Это достойно слез и сожаления. Переставляя буквы в именах, вы похожи на жителей заведения с завязанными на зади руками, где на валенке женятся. Вместо «марк» вы умно пишете везде «мрак». Вместо «лавр» врал. «Глупо». Чего стоит ваша переписка к вашим изысканиям о положении в церкви, но уже в мой адрес. А ведь я вам не враг. И вы были в гостях, и в том убедились. Цитата. Мир вам, Игнатий Тихонович. Спасибо за присланные газетные вырезки. Говорите вы все складно, но однако в Нью-Йорке на ваши слова плюют. «Имею вашу книжку «Церковь. Свобода. Тюрьма». Купил на Берсеневке. Вот вы мне не подарили, как я дарил вам в своей книге бесплатно. Писатели настоящие так не поступают. Ну, я не обижаюсь. Спаси Христос». В. Черкасов-Георгиевский. 14 мая 2004 год. День приезда вашей делегации Лавра и Удов и МПшников в Москву. Подчеркивание ваше. Уразумел. Поясню. На наши вывески из газет вы не можете ничего сказать. А это не просто вывески, а позиция наша, отображенная в десятилетиях нашей бескомпромиссной борьбы со злом в Московской Патриархии. Эти вырезки из времен тоталитарного режима. Но и это не остановило вас, чтобы не легнуть и не плюнуть смачно в мою сторону. Зачем? Повторяю, что я не с Московской Патриархией в вопросах отступления от Писания, от канонов церкви. Но раз в этом вы нашли безупречную нашу позицию, тогда вы чьи-то нью-йоркские плевки все равно направили на мою вотчину. А зря. Вам бы искать сочувствующих, приобретать соратников. Но вы, как отчаявшиеся у мачты с обломанной шпагой, и там перегрызлись и уйдете в никуда, что я вам уже тогда говорил. Кто особенно рьяно поносит Московскую Патриархию, они туда и сваливаются. Это пока необъяснимое явление, но работает без сбоя, как на Олеге Стеняеве и ему подобных. Даже Владимир Русак зацепился за этот крюк. О дарении книг. Вы мне подарили только одну книгу. Подарили сами. Я даже и не знал, что вы писатель. И по этой книге я тут же, прочитав ее, сделал вам замечание, что эти книги ваши выдумка. Вы ответили, цитата, но я должен же чем-то жить, мне же и питаться нужно. Этот разговор был у отца Иоакима за столом. Ваша книга мне и не нужна, вы сами мне ее дали. Но я благодарен вам, хотя книга это совершенно мне и не нужна, и пользы от нее вряд ли кому, а вернее никакой. Наши книги все 16 в интернете на двух сайтах. И уже вошло в них более 5000 человек со всех континентов. И ни одного возражения, хотя там есть гостевая книга почтовый ящик. Это и вам было бы очень и весьма полезно прочитать. Там ответ на 2200 вопросов и очень много именно по вопросу объединения. Но не на лавроиудах основано, а на Библии, на канонах церкви, на святых отцах, на житиях святых. Это вам не писательские бредни и высасывание из пальца глупостей. 1 Иоанна 5 17 Всякая неправда есть грех. Если бы воскрес тот, про кого вы пишете, любой вождь греховного белого движения, он бы только посмеялся над вашими выдумками и сказал бы, ничего этого в моей жизни не было, Володенька. Экклесиаст 1 15 Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Я, хотя и пошел на большой риск, вразумляя вас, но в душе у себя имею голос, что вам это уже не поможет. Не выправитесь вы, а так и будете жить в выдуманном мире туманных грез, в виртуальных заскоках на ненависти и лжи. Ивангелие Таана 8 44 Он лжец и отец лжи. Говорите вы про настоящих писателей, которые дарят книги. Но я, во-первых, не писатель, тем более настоящий. Это было бы для меня страшным поражением. Я проповедник, православный, и таковым уже являюсь 42-й год. По великой милости своего великого Бога Иеговы. Сколько я раздарил книг, говорит ли, только за вот эти два дня я подарил около десяти книг. И каких книг Новый Завет с толкованием, который в трех томах, в твердом переплете по 752 странице, том со ста четырьмя иллюстрациями Густава Даре. Только один комплект стоит 450 рублей. И вот только сегодня еще подарил четыре комплекта Нового Завета, по три тома каждый комплект. И для Слова Божия нет уз к истинному православию церковь свобода тюрьма. Во вторых, вы не здесь, а в Москве в Вавилоне живете. А если бы были здесь, то, конечно же, в тот же день подарил бы. Но и это дело поправимое. Книга проповедей в стихах, не стихов, на прилавке 50 рублей. И я высылаю вам эти 50 рублей, чтобы вы внесли в реестр даренных книг эту книжку. И это вовсе не для того, чтобы примкнуть к обычаю настоящих писателей. Не вздумайте мне эти деньги возвращать. Для чего же тогда бы и писать мне? Явите смирение и не иршитесь попусту. От Матфея 5 глава 46-48 «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычниками? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». Евангелие от Луки 14-12-14 «Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали и не получил ты воздаяние, но когда делаешь пир, зови нищих увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресенье праведных». Вы мне приходите с ваяком в четвертом колене. Родственные чувства должны тоже играть свою роль при пощаде обидевшего тебя. Простите, если вы затаили обиду на меня и на брата моего кроткого, живущего не в мегаполисе, и считающего, что труженик сельского хозяйства самый нужный, а потом уж портной и затем строитель. Писатель же стоит в самом конце за похлебкой с вылизанной миской за подачкой от труженика земли. Наилучших вам благ и тихой и мирной кончины для упокоения в царстве Божием. За митрополита Виталия молюсь каждый день, он мне очень дорог, а бабу Людмилу Дмитриевну Леснянскую и допускать не следовало к нему, тем более держать при себе ему монаху. Митрополиту Виталия уже 93 года, и какую же совесть нужно иметь тем, кто им играет. От его имени документы издают, издеваются над стариком лиходеи. Я с ним жил в 1992 году. Он через пять минут уже тогда тебя спрашивал в десятый раз, а ты кто? Он мирно отошел от дел, но аферисты и карьеристы бессовестно вытащили его полумертвого и лгут про избиение его и прочую муть несут. Осталось только его с головой как головой Климента Римского благословлять. Россия это не впервые. Житие святого Мефодия память 11 мая главой Климента Римского благословляли еще и в России. Житие святого Константина память 5 июня был возведен на кафедру благословенный главой Климента Римского 1155 по 58 годы. Игнатий 4 июня 2004 год. О самом же Черкасове Владимире пишет отец Андрей Кастадец. Цитата. Ты пишешь интересные но злые и не христианские вещи. Твоя деятельность не созидает а разрушает даже то что еще осталось от православия. Желаю тебе перейти от бездумного осуждения и издевательства над чужой немощью действие которое кстати Вселенский Собор определил как скуда умное перейти от действия которое вредно прежде всего тебе самому а к конструктивному и глубокому изучению истории происходящего и православного а не примитивно ругательного обличения это то знание которое дает силу и на которое в конце концов обратят внимание не только злые ругатели паразитирующие на внутренние слабости современного православия а те кто хотят помочь делу исправить а не повредить на это черкасов пишет вы батюшка уже не первый кто оценивал приблизительно в таком же ключе мою деятельность и желал мне православного а не примитивно ругательного обличения не случайно совпало что именно вчера мне позвонил один из высокопоставленных весьма авторитетных людей нашей РПЦЗ в скобках ЭВ Виталий и тоже высказал упрек по форме моих полемических статей в этом же плане мне уже делали замечания и другие уважаемые мною духовные лица из Витальевцев в том уверяет и ваша публикация все происходящее означает что наши епископы забывают что кроме прав у них есть и обязанности все происходящее означает что наши епископы находятся в ошибке превышая свою власть в вопросах веры поэтому мы клирики обязаны твердо указать им на их ошибку иначе они никогда о ней даже не задумаются первоклашку любящий учитель буковки пусть учит выводить не гнездился б в писаре мучитель кляузой доносом не вредить надвое все в мире по желанию можно приспособить и затаять жить для горнего поднявши выше планку или утонуть в вине в угаре буквы при своем расположении поменялись вместо да вдруг ад призывают в смертный бой к сражению будут восхвалять или ругать или отрицанием опровергнут троицу святую и христа сделают замшелым старовером и замкнут на проповедь уста смысл какой от словосочетания нам насыплют в оба полушария почерк неразборчив пьяное шатание кто мозги на сковородке жарит приучите ручки так держать заострить на мудрость карандашик чтобы буковки ни время ни наждак не истерли благодарность скажут научите правильно стирать лживое предать огну огню резинки все обиды бывшие вчера перемрут замерзшую личинкой сердцем и очищенным умом научите буквы выводить пусть не в каждом классе соломон только нам и ут не наплодить цель поставьте с первого урока духом божьим мысль на предложение всем к ногам апостолов пророков приучите буковок движения 9 июня 2004 год Игнатий Лапкин спаси Христос за помощь благодарю за внимание на сегодня все с Богом при чтении отче считай во веки аминь веков не говори Игнатий Тихонович вас не слышно да запиши себе не говори во веки веков а просто во веки аминь смысл уже не теряется Игнатий Тихонович и пророки цитировали Новый Завет если недосрочно это я не лгу никакой привирки нету какой смысл от веков и во веки веков я ничего не прибавляю прибавляет тот кто искажает смысл Игнатий не умничай подожди а то я тебе сейчас шалкушку дам я не умничаю я говорю то что говорит Библия цитировали Ветхий Завет в Новом Завете недословно смысл не искажался я не искажаю смысл лжецом меня называть не нужно остановись не богохульствуй ну еще неизвестно кто богохульствует я не лгу ты начинаешь дальше идти дерзить я сказал не прибавляй везде все изменили я не прибавляю я смысл не исказил я его не буду добавлять если вам так угодно надо златоуст говорит не покажи мне как написано покажи мне смысл написанного смысл смысл я не искажаю вы златоуста что ли получается не верите за что я попросил прощения у кого я попросил прощения за то что зря рот раскрываешь на меня значит рот можно раскрывать а мне и слова нельзя сказать на тебя за тебя ты умер а это не для себя за слово Божие а вы не умерли так перестань дерзить еще раз говорю тебе сейчас день впереди ты что делаешь ты не останови начинаешь бесновать Господь с тобой так хорошо шло все сказал одно напомнить а ты еще оправдание делаешь нет оправдания этому это Бог сказал на этом все это высшая молитва в мире и это высшая молитва два раза у двух евангелистов по разному написана Игнатий Тихонович я говорю то что читает Матфея Луки никто не читает в храме зачем ты это а мне почему запрещено от Луки то читать вдруг стало ой характер у тебя это как правило у разведенных такое или не женатых смирение и у старообрядцев поймите что все тебе с добавкой вернется это не от меня не обидеть не надо это нехорошо у тебя целый день впереди и ты нахально начинаешь слова извергать я за слово а ты за свою дерзость борешься я за слово божие я его не искажаю ты исказил его добавил слово нет а как я его исказил и вот и черта дороже неба и земли успокойся да в новом завете искажали ветхозаветных и это приписалось вы это в книгах написали что главное смысл а не заклинание какое-то как на церковно-славянском языках читают внимательно я за того сговорить я тебе говорю закон владычный а ты мне человеческие заблуждения это не одно к одному а вот ссылаешься на кого-то не ссылайся не вставляй и убойся бога не прибавляй к словам чтобы не обличил тебя не оказался лжецом а это так просто сделать богу ты не на стороне бога сейчас находишься а на стороне врага не прибавляй чтобы он не обличил тебя не я буду обличать бог а ты дорог для меня с богом дорогой с богом